Александр Калтыпин, он, во-первых, кандидат геолого-минералогических наук. Вы можете свое кратко рассказать, сложной список. Значит, у него доклад называется, что скрывают историки или кто ездил на нашей планете 15 миллионов лет. На чем ездил назад? Ну, примерно так. Спасибо, Александр. Просто я знаю, что я должен сегодня по просьбе рассказать конкретно о колеях, о каменевших следах от колес, в Крыму и во всех других регионах, которые мне удалось найти фотографии. Просто такой обзорный сделать доклад и высказать гипотезу, все-таки какой они имеют возраст, зачем эти были колеи, кто ездил и на каких колесных средствах. Вот. Ну, естественно, тут вот я акцентировался именно на показе, на подборе изображений, чтобы вы как можно увидели более богатую, как говорится, географию всех этих следов и потом уже остановиться на выводах, которые буквально можно сделать за одну-две минуты. Итак, во время поездки в Турцию я работал довольно долго вместе еще с рядом товарищей восточной области Центральной Анатолии, так называя Фрегийская долина. И там очень широко развита неогеновая, а, если говорить более точно, средне-поздне-миоценовая поверхность выравнивая. Вот сейчас я покажу несколько фотографий. Скажу заранее, что здесь часть снимков моя и часть снимков моего партнера Андрея Кузнецова, который после меня еще один раз туда съездил и по моей даже просьбе очень много специальных фотографий отобрал. Поэтому я широко буду использовать и его также фотографию с его согласия полного. Вот так вот выглядит неогеновая поверхность выравнивания Центральной Анатолии и Фрегийская долина. Что такое неогеновая поверхность выравнивания? Это суша того периода, которая, в общем-то, с течением времени подвергалась выветриванию и окаменело дошло до нас в ископаемом состоянии. Вот, местами уже она разбита распадками вот такими более современными. Это сама вот то, что была сушей, уже здесь фрагментирована. Вот видны вулканчики того времени, грязевые какие-то, я не знаю, но поскольку здесь перопластический материал, не только, наверное, грязевые, а микровулканы. Вот, виден такой палевый рельеф неогенового периода. Вот даже горы, которые существовали в то время, и вот эти все поднятия, возвышения, они существовали в то время. Вот видно о древности, говорит, вот такие уже корки, достаточно мощные, вторично измененных пород, которые покрывают эту поверхность выравнивания. Вот я крупным планом показываю эту корку. Вот, то есть это именно все говорит о том, что это древняя неогеновая миоценовая суша. Примерно 12, 14, 15 миллионов лет назад, но сказать более точно сложно. И вот уже я перехожу, собственно, что мы нашли на этой неогеновой суше. Вот она, это так выглядит суша, фрагментированная. И вот уже видны, вот здесь идут отдельные вот такие параллельные клеи, которые вот тут дальше уже видны более четко. Вот они, неогеновые такие, то есть вот такие вот клеи, вот в этой вот на неогеновых туфах, породах. И сейчас я довольно большую подборку вам фотографий их покажу. Вот, видно, идут, сама поверхность неровная, какая-то холмистая. И ездили какие-то колесные средства, которые проваливались вот в эту вот дорогу. Вот видны очень хорошо вот эти вот клеи. По размеру я могу сказать, что они соответствуют расстоянию между колесами современных автомобилей, потому что мы вначале под таким даже могли проехать, пока они не стали слишком глубокими. Вот, тут видно, опять на этой неогеновой параллельной, но смотрите, какие ровные, идеальные колеи. Расстояние между двумя колеями всюду одинаково. Оно не меняется никак, то есть это совершенно явно ездили какие-то технические средства. И никакой человек, естественно, выдолбить на таком огромном расстоянии, это тысячи километров, такие параллельные две борозды, совершенно идеальные отпечатки, не мог. Вот, пошли вот фотографии вот этих вот колей. Они уже со временем местами заросли травой. Вот, параллельные колеи идут. Вот, это, кстати, идет современная дорога. То есть, видите, здесь уже насколько глубокие колеи, что машины уже по ней не могут ездить, и они едут рядом. Ну, сейчас это будет видно. А может быть, Вы покрупнее можете увеличить что-то? Я сейчас покажу, у меня будут крупные снимки дальше. Я же здесь только на это внимание обращаю, и поэтому здесь будет дальше и крупные колеи. Вот, так они и пересекаются с колеей. Вот размер, что рядом по дорожке мы ехали на современном автомобиле. То есть, дорога современная, она и не видна. Вернее, видна только по цвету, но никак не по углубленным отпечаткам. Вот, это Александр Жихарев мой, один из моих напарников, с которым мы были. Это вот я, собственно, персоной здесь иду, пересекая по этим колеям. А вот здесь я показал, на этом снимке таких немного, еще будет один или два, видно, как выдавливалась грязь. Вот так вот все окаменело, ископаемая грязь. И даже вот такие вот места сохранились. То есть, явно это того неогенного времени, когда грунт был в таком... Ну, вот еще одна такая встреча. Ну, хотя бы колеса там или нет? Давайте... Ну, наберитесь терпения в лесенбол. Вопросы все потом, чтобы меня не сбивать. Ладно. Это следы от колес, да. Вот. Здесь пошла серия у меня фотографий, как уже вот эти вот колеи преодолевают препятствия. То есть, грунт явно был... Это не была ровная какая-то поверхность. Это был какой-то холмистый грунт. Причем он был в достаточно таком, я бы сказал, пластичном состоянии. И даже вот я не беру сказать, что это такое могло быть. Потому что в пустыне, если брать барханы, дюны, там бы не остались бы отпечатки. Если брать такую вот какую-то степную после дождя поверхность, она бы была пробная. Вот. Возможно, это вот так доносит на нас предание, что-то типа такое, какие-то наносы потопа какого-то были, которые еще не застыли. Или активно вулканы здесь извергались в это время, и вот такой выбрасывался перхорастический материал. Но вот достаточно интересное вот такое. Вот. То есть, ездили, проваливались очень глубоко в грунт. У меня еще не все фотографии я снял, а ездили с нами, проваливались более чем на метр. Вот. Проваливались, преодолевали, буксовали, видно местами. Вот. То есть, совершенно поверхность была неровная. Вот. Достаточно какими-то рыхлыми, такими наносами сделано. Вот. Достаточно глубокие, вот видно здесь, колеи. Вот. Опять говорится об этой характернеогеновой поверхности, какой она была. Достаточно. Вот. Много горок, много холмов. Вот. Видите, даже преодолевали какие препятствия. Вот колеи. Вот здесь вот снял этот снимок. То есть, здесь уже даже, наверное, залезали на метр, где-то вглубь и проваливались. Вот, видно, причем по бокам идут вот царапания боковой поверхности осями, выступами осей здесь идет. И этих снимков я вам дальше покажу, будет довольно много. Что там, скол, да? Ну вот, мышка я показываю. Это царапание, как бы кость выступающая от колес царапала вот эту вот поверхность. И этого очень много добра будет дальше. Вот. Здесь пошла у меня серия фотографий, что колеи пересекают друг друга. Вот видите, пересекают они друг друга. Вот. Подсоединяются. То есть, это даже были не столь дороги, а сколько результат какого-то однопрокатного, максимум двух-трехпрокатного проезда по колеям каких-то колесно-транспортных средств. Вот. Можно видеть, вот смотрите, одна хорошая колея, достаточно хорошо, а вторая вот ее пересекает очень слабенькие отпечатки. И это говорит, скорее всего, о том, что ездили в течение довольно длительного времени, когда грунт просыхал. Вначале он был более вязкий и влажный, а потом уже, что слабые остались вот здесь отпечатки, скорее всего, он уже подсох и остались незначительные вот пересекающие колеи. То есть, ездили некоторое время, когда грунт просыхал. Вот одна колея пересекает другую тоже здесь. Вот опять хорошая такая колея, очень хорошо, хорошая, оформленная. И ее пересекает практически дальше и не видно практически уже, который перпендикулярно ее сечет. То есть, говорит, скорее всего, о разном времени фармирования этих колей. Вот опять колеи соединяются, расходятся, а здесь они вообще фрагментированы, как тоже дальше на серии фотографий покажу. Вот, ну вот, видите, здесь вот вдалеке видно, как происходил заворот такой по кругу почти. Хотя здесь сама поверхность очень сильно изменена, фрагментирована. Вот более близкая, как бы поворачивала почти по кругу здесь какое-то колесно-транспортное средство. К ней притыкалось другое. Вот, вот очень интересная серия фотографий о древности колей. Говорит то, что они секутся разломами, и причем постоянно. И видите, по этим разломам даже происходит вторичное минералообразование. То есть, это уже было потом, после того, когда эти колесно-транспортные средства проехали. Ну вот один из таких разломов, который сечет все колеи. Вот эти разломы более крупным планом. Видите, вторичные минералы уже по ним образовываются. Вот, вот здесь снял несколько фотографий. Опять-таки, уже даже блоковая тектоника местами. Вот уже по разломам дробится эта территория, колеи как бы обрушаются. Вот, то есть, все это говорит о том, что после того, как автомобили или какие-то другие вездеходы, колесно-транспортные средства здесь проехали, после этого здесь достаточно были активные тектонические движения. И все очень было еще и достаточно изменено. Ну вот пошла серия фотографий по вторичным изменениям колеи. Местами они выглядят неплохо, но очень много мест, где они очень сильно изменены. Смотрите, как они сглажены эрозией, какой мощной коркой вторичных изменений, вторичных минералов они покрыты. Вот, то есть, уже даже, если бы я не видел их в соседних местах, трудно было сказать, что это колеи. Даже вот сама поверхность неогеновая выравнивана здесь фагментирована в виде отдельных блоков. Вот, ну тут, вот идут колеи, вот две параллельные колеи, вот еще там дальше идут колеи. Но здесь вообще все уже перемешано, ярко здесь прошло, и не только выветрили, но и тектоника еще была. Вот, опять корки вторичных минералов покрывают эти колеи. Вот, смотрите, прям обрываются они, обрываются, как бы вот эти вот самые поверхность выветривания, она представляет собой как бы блоковую структуру, то есть блоки среди четвертичных отложений. То есть, по сбросам или по взбросам эта структура отделяется от четвертичных отложений. В возвышенных вот частях, вот как раз мы видим колеи, которые прям буквально обрушаются иногда вот в эти четвертичные отложения. Вот, смотрите, какой мощной коркой выветривания, как вся поверхность выравнивала, покрыты эти колеи. Вот, сейчас серия, а вот еще, очень интересно, тоже здесь достаточно высокую гору преодолевали, высокий холм, и тоже покрыты такими вторично измененными породами. Вот еще один такой снимок. Ну, а сейчас у меня пойдет серия фотографий очень интересных, что опять показывает, что это как бы блоковая структура, и все колеи перекрываются четвертичными отложениями. А как показали исследования в некоторых районах, я, конечно, не могу в рамках короткого такого доклада это сделать, что на самом деле и плеоцен четвертичными отложениями, то есть даже плеоценными отложениями, они перекрываются. И более поздними, вы хотите сказать. Да, то есть они перекрываются, четвертичный период это 2,8 миллионов лет по современности, а плеоцен это где-то с 5 миллионов лет назад. Вот мы видим, в нескольких местах даже и плеоценовые они перекрываются, то есть это доплеоценовая структура. И вот видите, везде блоки, которые перекрываются четвертичными отложениями. То есть четвертичные 2,8 миллионов лет, то есть заведомо это древняя структура вся, которую мы видим. Вот серия таких снимков. Четвертичные отложения всюду окормляют эти блоки с колеями. Вот опять сбросы, или сбросы, не могу сказать, которые отделяют эти поверхности выравнивания с колеями. Вот несколько фотографий от четвертичных отложений. Вот колея здесь практически уже не читается из-за древности, из-за выветривания, но тем не менее она есть. А вот крупным планом, как вы просили, вот колеи, и вот видны боковые поверхности от осей какого-то царапания. Дальше. Вот они видны по этой стороне колеи. Вот видны они здесь. Вот смотрите, как хорошо вот эти следы от оси видны, царапания поверхности. То есть явно это были какие-то колесные средства, если брать современное. И вот выступающая часть оси царапала. Вот опять следы царапания. Вот отлично видны следы царапания. То есть явно это были какие-то колеса с какими-то осями. Вот еще одна фотография. Вот это я уже, видимо, показывал, но вот опять следы царапания. А вот это вот меня очень заинтересовало. Это снимок Андрея Кузнецова, но я, как ни странно, обнаружил еще два снимка. Один в Крыму, вот с такими вот зубчиками, из крымских фотографий, я его здесь не помню, по-моему, даже не поместил, а не поместил дальше. И один недавно нашел в Сиракузах, в Сицилии. То есть явно уже в трех местах вот такие вот зубчики есть. Может быть, даже я не могу сказать, что это какие-то современные, как вариант современные какие-то, по ним бульдозеры или вездеходы гусеничные ехали, или в то время какая-то техника была, которая оставляла такие зубчики. Это интересный вопрос, который еще пока я не могу найти ответ на него. А вот такие вот, Андрей Кузнецов тоже снял фотографию. Вот идет колея, и между ними вот такие вот два еще дополнительных следа, которые просто кончаются. Что это такое, мы не знаем. Были и одноколесные, кстати, следы, типа следов мотоциклов. Вот. Вот рядом с колеями идут вот такие вот площадочки квадратные. Вот видно, вот идет колея, рядом с ней вот такие площадки. Причем по системе вот таких вот параллельных, перпендикулярных колеям и параллельных вот таких углублений идет еще и круглоотверстие пробуренное. То есть, что это такое, что ли какое-то временное здание, времянка какая-то ставилась, или может быть местами просто отпечатка какого-то груза, который лежал. Вот опять идет колея, и вот ее прерывает вот эта вот поверхность, которая очень напоминает по структуре, стоит по фактуре фундамент современных зданий некоторых вот таких деревянных домов. Вот я видел, у меня даже есть подборка такая большая, что-то здесь бурилось, пробуривались вот эти круглые отверстия, ставились какие-то сооружения. Вот, ну, есть, вот опять идет колея, вот какая-то канала, какая-то прямоугольная яма ее прерывает. А вот, видите, круглая вот здесь я мышкой навожу отверстие, вот еще одна. Вот, на самом деле, они идут вот так, перпендикулярно колеи, параллельно структуре. То есть, это свойственно колеям, и это характерная часть, то ли отпечаток груза местами, местами это какие-то канавы, углубления, которые, видимо, были выкопаны еще в рыхлом грунте. Вот, я бы сказал, что это не что иное, как, опять-таки, фундамент для какого-то дома, куда вела лесенка, и это нижний, мы видим, подвальный этаж. Естественно, со временем ничего, то, что было выше, не сохранилось. Вот, тут уже все это выветрило, но здесь, скорее всего, какой-то отпечаток. Мы видим, как бы какой-то подушечный такой лежит. А вот круг у вас там видно? Нет, это вот прямоугольник вот такой. Нет, это прямоугольник как раз, это не круг, это прямоугольник. Вот границы его-то кажется, что круг. Вот, но так они выглядят с воздуха колеи. Вот видите, здесь, они достаточно хорошо читаются на карте Google, их много. Здесь переливаются четвертичными полями, четвертичными отложениями. Вот эти вот как раз останцы неогеновой поверхности выравнивания. Вот, достаточно хорошо параллельных лет, а все очень темно, это четвертичные уже отложения, а светлое, это неогеновая поверхность выравнивания. Вот, то есть они очень хорошо видны, как вот сейчас Андрей Кузнецов, к сожалению, он не дал мне фотографии, не успел, сказал, разобрать. Но он, видимо, сам может сделать доклад, если его попросить. Он недавно был в Каппадокии, он нашел огромное количество таких следов в Каппадокии. И так точно они выглядят с воздуха. И он говорит, что сумел побывать на нескольких таких колеях. Они очень сильно изменены, как самые измененные из показанных мной, нет таких хороших. Но вот пошли крымские колеи, Чуфут, Калея. Они совершенно другого типа, и вот я хочу акцентировать внимание, что здесь именно как-то либо вырезанные будете, либо выкопанные именно дороги. Вот видите, бортик идет, стенки достаточно узкие, 2-3 метра шириной. Вот такие дороги, сейчас я несколько покажу, и вы увидите. Вот, вот это бортик этой дороги, колеи идут в центре этого бортика. Вот, это с другой стороны подход к Чуфут, Калея. Вот опять идет бортик с одной стороны, с другой стороны в центре идет вот такая колея. Вот, хорошо видно, что с двух сторон идут бортики, как бы вот такие структуры выкопанные или вырезанные. Вот, особенно хорошо здесь видно. Вот еще несколько таких фотографий, даже в самом городе Чуфут, Калея. Причем этот бортик примерно от 20 до 40 сантиметров. Совершенно вертикальный, гладкий. Вот. Ну, несколько фотографий. И теперь, наверное, хотелось бы пройти, вот с этим бортиком закончили. Сейчас по самим колеям, вот еще с бортиком этим, и по самим колеям Чуфут, Калея. Если посмотреть, если вы посмотрите несколько дальнейших снимков, то здесь это не результат однопрокатного проезда какого-то транспортного средства. Чаще всего Калея не имеют такие хорошие здесь контуры, как в Фрибийской долине. И местами, вот как дальше можно увидеть, они состоят, как бы видно, что по одной колея проезжали несколько раз. Что здесь видно несколько следов, как бы надавливания в разное время проезжали. Вот. Или вот, например, вот на этой фотографии видно, что несколько средств. И, видимо, даже здесь были колесные средства с разной шириной колес. Не такие они ровные. Вот если одна сторона, вот, видимо, ровная, то другая сторона какая-то менее ровная. А местами, вот как мы видим, например, вот эту вот часть, если одна сторона вот хорошо так пропечаталась, то вторая сторона как бы более так оплыла, что ли, я бы сказал, более сглаженные контуры здесь. Вот. Ну, вот здесь одна сторона такая четкая, а вторая сторона как бы уже как бы расплыла. Ну, хотя то, что это было сделано, эти колеи также были пройдены. Это колесное транспортное средство ехало здесь в то время, когда известняк, известкове стрелы находились в пластичном, в жидком, ну, в пластичном влажном состоянии, не вызывает сомнений. Это вот показывают, например, в том числе, ну, и вот эти вот, например, отпечатки колей. А то, что с одной стороны они как бы немножко сглажены, сплавлены, это, я думаю, результат того, что грунт был влажный, по ним многократно проезжали, и все это со временем плывало, разрушалось. Ну, по крайней мере, у меня такая гипотеза. Вот здесь серия фотографий, показывающих, что они достаточно сильно местами изменены, их почти не видно. Вот, выветриванием, эрозией, то есть то, что здесь есть колеи, ну, можно только пройти, когда идешь на одном протяжении месяца, а дальше их уже нет. Видите уже, что от колеи здесь, от колеи осталось практически ничего. Вот, то есть практически ничего, и с чем, может быть, это связано быть, я думаю, только, ну, либо сильной эрозией, либо, что проходили какие-то люди, животные по этим колеям, еще когда грунт был в состоянии, не затвердевшем состоянии, и месили все от этого было. Вот, трудно сказать пока, но вот такое мы встречаем, что местами колеи практически не сохранились. Вот это в районе Эски-Кермен тоже видно очень такой, вот они идут колеи, их очень трудно, очень можно здесь увидеть, достаточно сильно они выветрены, сглажены, ясно, что это никакие не современные колеи, как им приписывают, а я хочу сказать, что археологи, вот, которые изучают Чукут, колеи Эски-Кермен, и, например, в Эски-Кермен я был с археологом из Симферополя, они пытаются меня убедить, что этим колеям 2000 лет, ну, 3000, думаю, 2000 лет, 6-й век или 11-й век нашей эры они делались, но вот видно вот на такой характер эрозии, но это просто невозможно. Здесь, конечно, пахнет миллионами лет, как и по всей геологической истории, даже один внешний вид этих колеи, что за 2000 лет, конечно, такое изменение произойти не может. И, конечно, никакие колеса, никакие телеги не могли выдалбить, потому что везде это именно отпечатки, как пластилини в таком вязком пластичном грунте, и нигде нет следов дробления. Это еще Эски-Кермен несколько я показал снимков, вот очень такие сильно уже эродированные колеи, сглаженные, практически уже тут они совсем худшую сохранность имеют, чем в Афридийской долине. Но, тем не менее, это колеи, вот видно по этому снимку, что это колеи, а не что-нибудь другое. Вот так вот выглядит Эски-Кермен, но, к сожалению, более крупного фотографии у меня нет. Вот так шла дорога какая-то, которая заходила в древний город, и, кстати, в других местах этого города я ее встречал тоже неоднократно. Но вот здесь у меня пошла серия фотографий, так, чтобы вам было, наверное, поинтереснее, уже по различных других участках. Вот такие колеи, это я взял в разных источниках, в Википедии, в первую очередь. Это Мальта. Видите, аналогичные колеи в известняках. Вот. Да, по Крыму, кстати говоря. В Крыму очень интересная ситуация. Там колеи в одном случае находятся, как Эски-Кермен, в известняках и Оценовых, примерно 45 миллионов лет, а Чхут-Коле, скорее всего, в Палеоценовых, то есть даже ближе уже к Милу, около 65 миллионов лет, 60 миллионов лет. Но дело все в том, что выведены они были на поверхность примерно 16 миллионов лет назад в результате подъема всей Альпийской системы и схлопывания пространства между африканской и европейской плитой. То есть реально рыхлыми эти известняки могли быть 15 миллионов лет назад. Вот это Мальта. Причем на Мальте, я читал все время хорошие статьи по геологии этой территории, там известняки, как правило, имеют также миоценовый возраст, хотя есть и плеоценовый, я не могу сказать более точно, но что есть миоценовый, есть плеоценовый, это совершенно железно. Вот. Что тот же возрастной диапазон. Примерно такие же известняки, как мы видим в Африкийской долине. Достаточно хорошо. Ну тут, я бы сказал, ближе к Крымским они уже, видимо, по ним проезжали неоднократно. Тут очень сильно уже, вот это идет колея, очень сильно уже подвержены эрозии, то есть что говорит их о древности. Тут вот еще несколько фотографий, очень сильно они подвержены эрозии. Вот. Особенно вот эти вот фотографии говорят, вот, пересечения такой же колеи, но они, худшая у них сохранность, чем в Африкийской долине. То есть явно транспортные средства типа автомобилей здесь проезжали. Вот. Уже пересечение колеи очень сильно, оно разрушено. А вот сейчас пойдет серия фотографий, где более узкие колеи на Мальте идут. Вот уже пошли более какие-то узкие транспортные средства с узкими. Ну тут вот опять пересечение широких, извините, тут просто так сопало. Ну вот колеи все мальтийские, похожие на фригийские. А, наверное, да, это все идет еще оттуда. Очень сильная эрозия, пересечение. И вот пошли более узкие колеи. Вот одна хорошо видна, вторая хуже видна. Вот. Явно это какие-то другие уже ездили здесь транспортные средства, которые глубоко очень проваливались. И я не могу сказать, может, это же более, может, здесь как раз в темпе оценок, эти, может, плеоценок вложения, это надо ехать на Мальту и смотреть. Просто не знаю заранее. Вот. Это уже более какие-то узкоколесные транспортные средства ездили. Вот серия фотографий. А вот они опускаются под воду, что видно на этой фотографии, и даже проходят под водой. То есть, вот теперь пошла после Мальты фотография... Это, если не ошибаюсь, сейчас, извините, уточню. А, это пошла фотография Испания. Кастелар де Мека, Валенсия. Тоже великолепные здесь сохранились колеи, интересное место для посещения. Вот также вырубленная где-то в скалах или прокопанная дорога. Вот. К сожалению, это частная территория. Открыто всего один раз по воскресеньям в первой половине дня. Но, тем не менее, вот видно, какие здесь хорошие тоже колеи. Это в Испании, недалеко от Валенсии. Вот. Чудесные, чудесные вот такие вот колеи. Датировка, да? Датировка по поводу Испании, я не знаю. Это мне предстоит только узнать. К сожалению, это только я недавно накопал, и в планах стоит поехать туда и посмотреть. Если получится. А вот очка леса предполагаемого, и в каком расстоянии? То есть, примерно, радиус понятия? Давайте вопросы после я сделаю, чтобы сейчас мне время не перебрать. А то уже, наверное, приближается здесь. Вот. Это, значит, все это Испания. Еще несколько фотографий. Вот опять идут вот такие вот какие-то зубчики непонятные, которые я вот про Испанию не говорил, но, тем не менее, они есть. С обоих сторон. Да, причем с обоих сторон. Вот, видите, как достаточно длинные. А это Португалия. Португалия. Здесь Час де Эгуа. Местность. Ну, здесь буквально фрагменты только отдельных колес сохранились. Колей сохранились. Примерно они такие же, как мы видели и в Испании, и в Искодолине. Но здесь нет четких парных колей. В основном какие-то отдельные... Вот парная, пожалуй, одна, но какие-то фрагменты. А там очень высокая. Да, высокая тоже так же. Там 2 метра, да? Да, так же она углублялась в грунт. Не знаю состав, пока не спрашивайте. Пока не спрашивайте. Вот тут тоже маленькая фотография, но видно два таких. Две колеи. После Испании идет у меня несколько фотографий по Сардинии. Вот это Сардиния. Тоже мы видим колеи на Италии. Вообще там очень много скальных образований на Сардинии. Ну, буквально несколько фотографий, которые удалось найти. Так, Сардиния. После... Да, вот еще последняя Сардиния. А вот это Сиракуза, Сицилия. Здесь вообще непонятная структура. Да, значит, я все-таки не в Сицилии видел, а в Испании. Причем очень интересный скальный комплекс, такой же, как в Крыму мы видим. Примерно Асесский Кермен я бы сопоставил. Вот эту структуру проходит здесь. Вот. Вот такие вот на Сицилии в Сиракузах. Это Азорские острова. Буквально несколько снимков. Причем вот интересное. Один из самых интересных снимков. Вот колея идет по базальтам. По базальтам. Какой возраст, пока не знаю, буду узнавать. То есть что-то проезжало по базальтам. Вот. Это Мальорка. А здесь, сейчас, если не ошибаюсь, пошел Азербайджан, Абширонский полуостров. Вот. Азербайджан, Абширонский полуостров. Это пошла уже Казахстан, берег Каспийского моря. Ну, тут плохие такие очень фотографии. Но тоже видно колеи. Это Мексика. Там привезущий круг какой-то. Привезущий? Да. Не знаю. Не знаю. Пока ничего не могу не сказать. И вот следующий там. Ну, да. А выглядит это не Казаховинево. Это... Про это казахский никакой информации, что это только здесь пропушечники находятся. Ракушечники, я не знаю. Это в Мексике. Вот такие вот колеи. Но, к сожалению, здесь очень такие... Не очень качественные фотографии. Но, тем не менее, тоже в Мексике мы увидим нечто подобное, что наблюдали. Ну, а вот самое интересное, которое, я думаю, всех вас заинтригурует, это завершающая такая часть моего оклада, это Бразилия. Область Солуза, Параиба, находится в парке динозавров. Или там... Вот это мне прислал... Вот хоть сейчас не могу вспомнить, какой-то Карлос, который... Есть даже небольшой видеофильм в Ютьюбе выставлен про это. Вот такие вот колеи в тех отложениях, которые находятся в следе динозавров, я их вам отдельно покажу. Вот... Особенно хорошо это в фильме видно. Вот на вид выглядят, как современные какие-то, но, тем не менее, следы динозавров именно в таких же и находятся. Вот. И на это обращают внимание. Вот колеи более крупным планом эти. А вот они пошли следы динозавров. В этом же самом месте. Возраст им здесь четко определен 120 миллионов лет. Это уже не 15, не 12 миллионов лет, а 120 миллионов лет. То есть получается, что бразильским колеям 120 миллионов лет. Если это правда. Очень хорошо вот фильм, я потом ссылку кому нужно перекину, там в фильме, они гораздо лучше видны, эти колеи. К сожалению, я нигде не встретил, чтобы честно признать, что колеи были рядом со следами динозавров. Видимо, они все-таки как-то изолированы. Но район тот же. А вот последнее уже не связано с колеями. Обратите внимание, это мне недавно прислал один путешественник по Турции. Вот возле Кемера. Вот эта скала, я выяснил по геологической карте, которая у меня есть, это горцбургиты, ультраосновные породы мелового возраста. Вещество мантии. Вот лежат глыбы, в которых в три таких фотографии находятся вот такие каменные ящики. Сидит рыбак. И вот не очень удачная вот эта фотография, потому что снимал с корабля. Когда я попытался понять, что такое все-таки представляют эти глыбы, посмотрел по составу, ну, наиболее похоже, на мой взгляд, на алистостромы. Алистостромы как раз широко развиты очень в этом районе. Что такое алистостромы? Алистостромы — это поднадвиговое образование, по которым из мантии выползает блок вот этих жангерсбургитов, ультраосновной породы. Они сопровождают ультраосновные породы, их многократно раньше видел, поскольку работал на ультраосновных пород много, и на Урале, и на Камчатке работал, и Среднязия именно на ультраосновных породах. Очень похоже на алистостромы. Вот эти вот каменные ящики, саркофаги типа алистолит. Возраст дается меловой. Вот, если это меловой возраст, 100 миллионов где-то, грубо говоря, или хотя бы 70 миллионов лет, вот этим вот каменным ящикам, это крайне интересно. Хотя я не могу в этом быть уверен. А вот человек куда ляжет? Не могу сказать. Это мне прислали, это снимали, если нужно ехать и смотреть. Но так как-то непонятно. Но если добавить к этому, что вот на сайте у меня размещено, здесь я не стал уже помещать, просто не успел. Недавно прислали горняки мне из Ростовской области, что в шахтах на глубине, если не ошибаюсь, там метр 400, нашли отпечаток, даже два отпечатка колеса, а возраст у него каменноугольный, где-то 300 с чем-то миллионов лет, сейчас не помню, 300 с чем-то, 320 где-то миллионов лет. Вот, если взять внимание отпечаток, который входит по интернету молотка в каменноугольных отложениях, то, что мне прислали горняки из Белоруссии, Сергей в Девонских отложениях, у меня на сайте это размещено, и Тесульская принцесса, о которой много ходят легенды, если она действительно была в Девонских углях найден в саркофаг, то получается, что жизнь на Земле, она даже не ограничивалась неогеновым периодом, а, по крайней мере, доходила до Девонского периода, а есть ли вот сегодня Александр показывал находки, и мне известны находки такие и в кембрийских, и в селурийских отложениях, и даже в Верхнепротерозойске. То есть получается, что Земля была населена всегда, и всегда строились на ней города, всегда в прошлом докладе показывал вот эти вот архитектуры этих предыдущих цивилизаций, строились всегда на ней города, ездили на каких-то колесных транспортных средствах, если брать предания индийские, летали на Виманах, если брать другие индийские предания, летали в космос, пользовались звездными вратами, то есть только серия катастроф, которые буквально перепахивали всю Землю, то на Земле, как индийским, ацтекским преданиям и майя, было горячо, как на Венере, и боги не могли жить на ней, улетали в космос, или скрывались под землей, то было холодно, и мрачно шли, была скована там льдами, то есть, если вот, например, взять ацтек, майя легенду о Викухахиши, когда Земля была такая, что на ней еще все как бы что-то, извергались вулканы, практически не было лика Солнца, не было лика Луны, и в то же время были уже люди, они говорят, ну, боги это называют, которые пытались как-то эту Землю преобразовать, и так далее, то есть, видимо, катастрофы были настолько сильными, что они действительно перепахивали все среды прошлых цивилизаций и оставляли буквально ничего. И теперь по теме, по названию доклада, последняя буквально репарка, почему все-таки неогеновые спасатели, какая была миссия в неогеновом периоде по Фрегийской долине. Вот смотрите, какие аналогии интересные он увидел. Есть у Майя, ой, извините, у Инков очень интересная легенда о Веракочи. Веракочи — это белый бородатый бог, который после потопа, эпохи тьмы, которая продолжалась очень долго, и когда все люди вынуждены были спрятаться в подземельях, а подземелья под Южной Америкой огромное количество, они протягиваются от буквально Колумбии до Чили, вот, были вынуждены спрятаться под землей, вышел из вод, когда стали водопотопы отступать, тьма рассеиваться, вышли из озера Титикака, люди Веракочи, он, Веракочи, поднял на небо солнце, поднял луну, и его люди стали расходиться по окрестным горам и стучать в Покорино, а Покорино — это крышка люка, что ли, или вход в подземное убежище, и вызывать тех людей, которые там уцелели, говорить о том, что водопопокончился, период тьмы окончился, и можно выходить на землю. И вот у меня сразу аналогия с Фрегийской долиной, вот с таким огромным количеством колей, транспортные средства, которые ездили по небысохшей еще поверхности, которые я не случайно сопоставил, скорее всего, это были какие-то отложения потопа, вот такие еще не до конца высших, потому что очень многие предания описывают и мавилонские, ирландские, и китайские, что после потопа земля очень долго была влажная, были какие-то вот намосы, и боги, люди, демоны очень долго осушали эту землю. И вот, когда еще до конца земля не высохла, по ней ездили вот на каких-то высокоформативных транспортных средствах уцелевшие представители предыдущей цивилизации, и спасали людей из подземелий, которые во всех районах Дейск-Кали огромное количество, они везде есть, они их сопровождают. Это, Дейск-Кали, там есть подземные сооружения, там есть скальные города, и наоборот, практически сейчас получается, где есть скальные города и подземные сооружения, везде мы можем видеть колеи. Вот на этом я, наверное, закончу, если есть вопросы, с удовольствием. Нет следов динозавров рядом. Вот около автострады много животных бегает? У нас? Немного. Они шарахаются от нее, в сторону. Потому и нет следов от динозавров. Какой примерно диаметр колеса получился у вас? Это очень важно, но не нравится. Диаметр? Вы знаете, этим занимался я, к сожалению, не автолюбитель. И вот, больше езжу на метро и на электричке. Ну, примерно. А вот Андрей Кузнецов, он у нас автолюбитель, который ездил, он проводил расчеты, он считает, что средство было, скорее всего, шестиколесных, и диаметр колеса был около одного метра. Вот, это, можно посмотреть его работу. У него есть отдельная работа. По-моему, он опубликовал ее на ЛАИ. Но у меня тоже, на моем сайте она тоже опубликована. Это статья с его подсчетами. А еще добавление. Вот, зубцы вот эти вот, как ты говоришь, от гусениц там остались с боку, да? В начале 20-х годов в СССР выпускался трактор Парзан, которого на колесах, на сзади, на больших, были вот такие вот выступающие клыки. И когда он ехал, он оставлял вот такую вот цепочку. Ну, это очень хорошее замечание. Кстати, на форуме у меня на сайте очень есть интересное сообщение, что представляли собой эти транспортные средства. И там несколько людей выставили. Один даже мне предлагал запатентовать, что он изобрел какой-то на основании этих следов вездеход, который более проходил и современный, использован для нефтяниками. Вот, какая-то там... Я боюсь сейчас-то не то сказать, потому что, я говорю, я не специалист в технике, но вот там несколько вариантов. Здесь, согласен, в Помпеях все схоже. Я видел аналогичные следы в современном цементе, когда я ездил на дачу. Только вот цемент залили, там, яму, чтобы сгладить. Проехала машина и такие же следы. Но это... Если вот так бы представить себе, что было через 15 миллионов лет, то же самое она такая же точно осталась, как вот за один день. Она окаменела просто, а дальше просто дело техники. Вскрыто было по нам в эрозии, и все, и мы увидели тоже, что окнел. Так все динозавры образовывались. У меня вопрос, Сергей. Вы все время смещаете, вернее, соединяете возраст породы и возраст следа. Вот вам же эти самые археологи говорят, порода может быть и 15 миллионов, и 20, и еще миллионов лет. Но колею-то сделали позже, 2000 лет тому назад. Допустим, те же самые римские колесницы, которые гоняли там тысячами туда-сюда, может быть, они пробили такие. Я очень благодарен за этот вопрос. Нет, я очень благодарен за этот вопрос, потому что вы озвучили мнение официально археологов, и мой партнер, который я ездил в Симферополе, археолог, придерживался такое уже мнение. Дело все в том, что я очень долго в этом году в Крыму специально ходил по современным дорогам. По современным дорогам, по которые ездят джипы на протяжении уже нескольких десятков лет. Вот, и даже у меня размещена, по-моему, если не ошибаюсь, на сайте подборка, что там, что, значит, по каменным дорогам, когда ездят джипы, не остается ничего, кроме другого какого-то цвета. Это грязь или белесовое какое-то вот такое вот. Ну, другой цвет. Если щебенка известковая, чуть-чуть небольшая вмятина, буквально несколько миллиметров, следы остаются только там, где они едут по глинистым наносам. Вот, вот там действительно следы разные, разные высоты. То есть, говорит о том, что эти следы остаются только в рыхлых, влажных отложениях. Ни одна, как говорится, повозка теоретически даже не могла оставить те следы, которые я показал, потому что у них совершенно... Именно это вдавливание колеса, а никакое не дробление. Нигде следов дробления известняка, туфов не наблюдалось. Просто его нет, его нет в принципе. Это совершенно другая технология. И археологи просто, они не готовы на этот счет говорить. А колеса круглые, да, были? Круглые колеса, да. А каким образом были обнаружены вот эти колеи, история их обнаружения? И есть ли общие карты, схемы вот этих вот образований? Вы знаете, с этими колеями по Крыму... По Крыму-то есть неплохие схемы. Вот Чифут-Кале, Эскекермен. Но там не так много колей. Вот я еще в Бабчисарай обнаружил их фрагменты. Там, видимо, в Крыму была целая сеть древних дорог. Она только местами сохранилась. И местами мы ее видим. Что касается Фрингийской долины, да, позапрошлого года, я думаю, о них почти вообще ничего не было известно. Я только нашел, когда искал по ним информацию, буквально два отчета. Одного аспиранта там из Стамбула и еще какого-то археолога, который один говорил, что это древнеримские телеги, другой говорил, что нет, это древнеримские афрегийские телеги. Ну вот такая вот песня, она известная. Но на мой взгляд, просто стараются избегать эту тему, потому что, ну, на самом деле, она не вписывается в классические каноны. И вот любой геолог пройдет и скажет, что никакая это не телега, что это поверхность уровня, в которой следы этих колес подобны следам от динозавров. Точно так же были вдавлены, вмятины и так далее. То есть отличие в том, что по современной дороге дробится материал, да? Он как бы может и сдробиться, там, и перетереться, а там они просто отпечатаны. Там просто отпечатаны, конечно. Я думаю, фотографии показали многократно. Там нет никакого дробления. Там вот эти вот борозды по краям, они как раз... Это следы от осей, а если там дробление было, это тектоника, которая просто развивала на блоке район. И кроме того, нигде мы не видим между колеями еще и следов от лошадей, от дроблёдов и так далее. Там они преодолевают, по сути, целые горы. Движите непонятно. А я же вам сказал, что какие же лошади должны быть? Они же должны оставить такие там эти... Да, там они по метру, по сути, срезают вот эти вот... Это же какой двигатель должен быть мощный, чтобы это все... Клиния, вот там чуть ли не прокладываются. Можно выбрать? Да. А впервые вот... Впервые, когда это было обнаружено, вот как феномен, вот эти вот, собственно, следы и наручные информации? Вы знаете, я об этом впервые прочитал вот года три или четыре назад по колеям Мальты, где пытались, где пытался автор показать, кстати, геолог, но креционист из Санкт-Петербурга, не помню его фамилия, пытался показать, что это, несмотря на то, что это миоценовые известняки, он все четко сказал, что миоценовые, плеоценовые породы, только они были выведены на поверхность из-под уровня моря буквально уже в наше время, вот уже несколько тысяч лет назад. Но дальше я читал геологию Мальты, специально почитал, что там такого не было, там практически история Средиземорья вся одна, что там именно подъем происходил где-то около 15 миллионов лет назад, 11 миллионов лет назад он усиливался, и далее он продолжался воздыматься от территории, это Средиземорский поезд, поэтому это, как говорится, не прошла версия. В Африке я изучал там просто скальный комплекс, библиотические сооружения, они попались совершенно случайно и даже не предполагал о том, что есть. Это после наших исследований туда сейчас рванули из Канады, из Израиля уж, откуда только не поехали люди. То есть практически до этого, как бы, это не актуализировалась информация и не считалась в истории какой-то феномен или вообще информация? Считала, не считала, считалась, потому что после этого вот моя знакомая американка мне скинула подборку, куда, кстати, уже включены и наши исследования по Фрибийской долине, но там вот и колеи по Мексике, и по Сардинии, и по другим, вот по Испании были включены. Вот там, то есть есть определенные исследователи, которые эти феномены отмечают. А как давно это началась история их исследований? Век назад или середина прошлого века или как? Не могу сказать. Информация вся достаточно молодая, буквально последних лет. Поэтому раньше считали, что это просто верблюды, лошади проехали, повозки и так далее. А краеведческая информация какая-то там была? По-моему, только жерия прошлого века. По идее, это же на территории каких-то регионов там должна быть краеведческая информация какая-то. В музеях не отражено, например, в Турции никак. Никак. Никак не отражено. Дело все в том, что, более того, я скажу, вот просто пример, который не связан с кольями, но очень похожий. Хатуса или Хатушиш, столица Хеттской империи. Мы там увидели великолепный мегалитический комплекс, ну, ничуть не хуже перуанских, там, боливийских. Вот. Я в прошлый раз его на накладе показывал. И огромное количество круглых, идеально ровных просверленных отверстий, явно буровым аппаратом. Так вот, но ясно, что это сбурили с помощью какого-то бура, может, даже алмазного, потому что порода крепкие, там базальты. Вот. А в музее, прихожу туда, вот, в Хатушиш, там показывают, что какой-то палка, кремниевый какой-то наконечник, трубочка какая-то, я уже даже не знаю, веревка. И вот сидят вот так вот хеты и крутят вот это в поте леса этого, понимаете, вот что археологи говорят. Да. А вот это даже еще свидетельство того, что вот следов-то нет животных, да? Нет, да. Значит, транспортные. Протекторы какие-то были? Протекторов нет, никто, мы не нашли. Это, наверное, столе и мечей, наконец-то. Да, слушаю, вы давно хотите сказать. Ну, не дают. Да, слушаю вас. Больше всего озадачивает разгрозь ботеровок. Вот, вы говорили, это от 15 до 150 миллионов лет назад, но это действительно озадачивает. У вас есть комментарии к этому? Дело все в том, что я-то в основном работаю на неогеновых отложениях, и у меня есть целая серия статей, что вот эти в основном скальные комплексы, вот эти вот котлованы, колодцы, окаменевшие, они имеют возраст. Раньше я глиотировал где-то так средним миоценом-плеоценом, то есть от где-то 14 до 5 миллионов лет назад, сложно было сказать более точно, но вот сейчас все больше и больше данных за то, что, особенно по Крыму, что они, может, даже ближе к 15 миллионов лет, хотя, возможно, и более поздние времена их строили. А вот насчет вот этих меловых саркофагов, меловых колей, я сам узнал буквально недавно, то, что они есть. Это говорит лишь о том, что история повторяется, возможно, возможно, говорит о том. Ну, это уже невозможно, это бы достаточно достоверно, чтобы проверить. Просто вот этот вот разговор, конечно, 150-15. Ну, я по этому поводу, что хотел бы сказать, в принципе, сегодня вот такие вещи можно проверить, да? Я вам уже говорил, что созданы инструментарии, которые дают возможность поднять уровень осознания. Вот, у меня даже такой проект есть, я сейчас с несколькими студентами работаю, молодыми, вот. Но для того, чтобы уже говорить о реальных исследованиях, необходимо, чтобы эти люди вышли из зоны инопределения. Покуда мы там находимся, говорить о том, что это будут какие-то достоверные информации, в общем-то, сложно, да? То есть это что-то такое, ну, вот, как Александр Иванович говорил, да, кто-то, что-то. Оно, вот, в принципе-то какой? Значит, подготовить несколько человек, которые могли бы спокойно, так сказать, специалистами быть в этих областях, да, вот, как геологи, да? И потом, значит, проверить вот эти датировки и посмотреть, что там было, да? И если будут результаты одинаковые, у каждого, который будет независимо от этих областей исследовать, да, можно говорить, что, в общем-то, есть достоверная информация, да? То есть понятно, да, каким образом это все предполагается. Поэтому, вот, если есть молодые студенты, которые интересуются такими вещами, вот, их можно было бы уже подключать к этим вопросам, да, обучать вот этим технологиям, и дальше, чтобы они участвовали вот в таких проектах по проверке вот таких действительно очень интересных явлений. Их много. Мегалитические сооружения, вот такие вещи, да? Алексей, а вот эти датировки, которые, наверное, вы говорите, значит, они как-то все доставлялись с такими вещами, как поднижки в эту реку? Ну, у меня есть тоже несколько работ, я опубликовал, естественно, я как геолог, в первую очередь, думаю, почему здесь, вот в Альпинском поясе, я так езжу, и мы видим эти сооружения от Испании, как сейчас вы увидели, и до Китая. В Китае есть такие же скальные города очень хорошие, вот, и присылали мне, к сожалению, вот сейчас идет война в Сирии, в Сирии присылали, то есть скальные вот эти комплексы, мне фотографии местной там жителей в свое время. В Израиле их полно. То есть это столкновение Африки, Аравии, чуть раньше Индии, с окраиной Евразии, закрывается океан Тетис, вот. И основное, ну, где-то в Индии чуть раньше это произошло, а в Альпийском, в Сиризоморском сегменте Альпийского пояса, это где-то по наиболее так принятым данным рубеж раннего и среднего миоцена. Ну, некоторые опускают на рубеж Олигоцена и миоцена, то есть 23 миллиона лет назад, вот, больше, все-таки, дано, где-то 16, примерно, миллионов лет назад произошло такое мощное горообразовательное движение, причем и на Кавказе, и в Крыму, и в Турции, одна и та же дата везде приводится, разными геологами, которые изучали этот район. Вот происходит подъем на территории, который резко усиливается, примерно, на рубеже среднего и позднего миоцена 11 миллионов лет назад, который резко усиливается, и дальше происходит только подъем. Поэтому то, что скальные комплексы сохранились на этой территории, мегалитические сооружения, клеи, в этом нет ничего удивительного, этот район все время поднимался, на нем были только реки в условиях суши, отдельные какие-то озера, да, в Турции был озерный край, вот. Но там не было, если только не брать потопа, никогда не было морей в то время, поэтому эти отложения не должны были перекрываться осадками, могли только вызывать потопы каких-то, если бы их просто размыть, убрать останки, по которым там свидетельствовать. Хорошо, вот последний вопрос, может быть, о спасателе вы говорите, спасатели, кого спасали? Вот вы как бы фантазировали или как-то? Но тут надо взять хотя бы попа львух. А, то есть по мифологии? Нет, попа львух, библия Майя Китчи, не только, это одна из многочисленных, почти во всех преданиях я встречал о том, что после катастроф спасались под землей, это практически у всех народов есть предания. Но вот попа львух здесь наиболее характерная, что тогда-то на земле был мрак, это перекликается с преданиями Вера Кочи, люди жили под землей, причем называется вселение. У ацтеков это Чемосток, у мая это называется Тулан, я его называю Тулан-Чемосток, а в переводе это город Сели-Пещер. То есть где-то он находился на востоке, где-то находился на востоке, и что практически на земле было жить невозможно, и все население там жило. Но это главный такой город, но если был мрак, если были морозы, как вот передают полевух, то скорее всего и в других местах на земле жить было невозможно, и наверняка строились такие более локальные подземные города повсюду, и поэтому мы видим в огромном количестве, я думаю, Каппадокия самый характерный примет. И это, конечно, не вырубленные Каппадокия, окошечки в современной форме выветривания, и я говорил на других своих докладах несколько раз, это останки разрушенного подземного города, вот эти даже конусы, которые дома Ферри, которые вскрыла эрозия. А почему они такую форму? Потому что это уже второй вопрос, пополовинная форма, это уже строили строители для целей улучшения здоровья, и это отдельный вопрос, отдельная тема, и когда обрабатывали туф еще достаточно рыхлый, при обработке он каменел, и поэтому вот такие пополовинные формы, они сохранились, и по ним потом пошло выветривание. Это как раз характерно. Вот пополовинная форма, она на самом деле очень характерна резонатор для определенных инфразвуковых волн, и которые очень благоприятно действуют для здоровья. Александр, тут вопрос-то в чем? Что, в принципе, вот если Вы предполагаете, что могла быть какая-то группа спасателей из иных неров, которая прибыла вот на этих колесных средствах или взяла их как-то с собой, да? Как я понимаю? Ну, она могла быть как из космоса, потому что говорится в ряде источников, что во время катастрофы боги улетали на кораблях, а индийской мифологии были большие космические корабли, не только летательный аппарат, там биманы, а большие космические города были, они могли просто куда-то улететь, а может быть они и в том же Семи пещерах, вот в этом городе, были большой город, после которого, причем согласно некоторым преданиям, именно Кукулькан, Кицелкаатль, он жил вот в этом городе, Семи пещер, Чемостоке, вот я встретил такие предания, что возможно эта спасательная миссия вышла из-под земли даже, из таких наиболее приспособленных мест. Хорошо. Ну, спасибо, все, дорогие друзья, все. Которые общего характера, скажите, пожалуйста, как воспринимает ваше открытие каноническая наука, где какие журналы вам дают возможность публиковаться? Вы знаете, благодаря Александру, я просто сейчас похвастаюсь, благодаря Александру, вот недавно совсем вышла статья у меня в Московском комсомольце, вы смотрите, какой объем, почти на своем полосе. Да, это авто, властелина колец. Да, и причем очень неплохо написано, с одной ошибкой, это там, но геологическая, но это не важно. Вот, а вообще до сих пор исключительно... А вот, кстати, машина тут с этими, на этих колесах, что они больше, да, были, чем современные машины? Они? Да, эти колеса. На расстоянии между колесами. Да. То есть им неудобно, машинам современным там ездят. Примерно такие же. Они, где-то, вон, порядка, коллега же. Так вот, дело все в том, что это первая публикация, а до сих пор в основном... Вот недавно меня попросили дать интервью из итальянского журнала археологического, причем цветной, но это было первое вот такое серьезное. Вот я недавно давал интервью, причем там даже переводчика они местного своего наняли, то есть наняли, я там писал довольно обширное интервью на русском языке. Поляки сейчас попросили, вот, но это только сдвинулось, а до этого все, что руковали, перепечатывали небольшие сайты, а вот такие крупные, как Рио Новости, такие вот монстры, они игнорируют все это. Они, как говорится, первое такое крупное. Первый монстр в желтой прессе. Первый монстр в желтой прессе. Не знаю почему, возможно, там у них есть смотрящие. Должно самое, что со снежным человеком. Возможно, у них есть смотрящие, которые... Давайте снежного человека туда. Да, там есть добровольские наши знакомые. Да, последнее, последнее, я просто не вопрос ко всем, что, вот, видите, еще мест, куда поехать много, и ездить приходится за счет своих скудных сбережений, которые сейчас каждым годом сложно. Вот очень мобильные группы, человека 4-5, когда можно поехать, снять машину наиболее дешево, и там двух-трехместные номера. Поэтому, если кто желает вот так поехать, в будущее моей экспедиции, в которой вот я и Сардиния, хочу посетить и Мальта, и Испания, вот, и милости прошу тогда обращаться, потому что каждый человек, который может войти в эту группу, скинуться, да. Ну, скинуться, это намного дешевле, чем я в черноволею. А вы платили это все на твой счет? Нет, ну, а как, по-другому никто не финансирует нас. Вопросы не... Энтузиасты, энтузиасты. Так, дорогие друзья, спасибо большое. Спасибо.